Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Мы отвечаем на вопросы после параграфа 19. Вопрос номер 4. Как определить точку росы с помощью конденсационного гигрометра? На рисунке вы видите этот конденсационный гигрометр. Он состоит из следующих частей. Вот цифра 1 обозначена коробочкой, внутри которой находится немного эфира. Потом цифры 2, 3 это полированная внешняя стенка, кольцо вокруг внешней стенки, тоже отполировано гладко. Четвертое это теплоизоляционная прокладка, 5 груш, с помощью которой нагнетают, прокачивают воздух через коробочку с эфиром. И 6 это термометр. Так вот, работает прибор так. Эфир находится внутри коробочки, через коробочку с помощью груши 5 прокачивают воздух, тем самым вызывая интенсивное испарение эфира. Когда эфир испаряется, температура его падает, околождается вместе с ним коробочка тоже. Если поверхность коробочки снаружи будет холодная, то водяной пар, находящийся в воздухе, на этой стенке отполированной, конденсируется, и там выступают капельки, это есть роса. Но как только капельки появились, это значит наступила эта температура, точка росы. Ее можно определить по термометру 6. Если вы хотите знать ответы и на остальные вопросы, то следите за новостями сайта онлайн ГДЗ в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал онлайн ГДЗ на ютубе. Продолжение следует...